Продолжаем выпуск. Как уменьшить количество нарушений бюджетного, природоохранного и земельного законодательств? Этот вопрос обсуждали сегодня за круглым столом представители органов местного самоуправления и прокуратуры Южного и Северокавказского федеральных округов. В Волгоград они съехались для участия в совещании по вопросам межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику коррупции и строгое соблюдение законодательства и прав граждан. С подробностями Людмила Кухарева. Несмотря на тщательный прокурорский контроль, нарушение законодательства со стороны органов местного самоуправления далеко не редкость. С начала года в Южном и Северокавказском федеральных округах выявлено 50 тысяч подобных фактов. Заведено полсотни уголовных дел. Анализ состояния законности и правопринятельной практики говорит о том, что сегодня повсеместно нарушается бюджетное законодательство во всех регионах. Во многих муниципалитетах округа недвижащие финансируются различные целевые программы, в том числе программы профилактики правонарушений. Отсюда и рост этих правонарушений в том или ином субъекте. Чаще всего нарушения допускаются при издании правовых актов. Многие из документов, например, ставят барьеры для развития предпринимательства, приходят к выводу в прокуратуре. В случае превышения должностных полномочий тоже характерны для всех территорий. А в Краснодарском и Ставропольском краях, где расположены известные курорты, часто игнорируется природоохранное, земельное, лесное и водное законодательство. Значительное количество нарушений выявляется прокурорами Южного и Северокавказского федеральных округов уже на стадии принятия муниципальных нормативных правовых актов. И это очень важно, поскольку наша задача предупредить, нежели реагировать по факту. С этой целью участники межрегиональной конференции договорились обратить внимание на тесное информационное сотрудничество между органами прокуратуры и местными властями. Такой обмен позволит оперативнее реагировать на нарушения в работе со стороны муниципалитетов и принимать самые эффективные меры при несоблюдении законодательства и защите прав граждан. Людмила Кухарева, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».